Государство, расположенное в Центральной Европе, представляет собой территории с богатой и девственной природой, хорошими людьми и давними традициями в области выращивания скота. Издавна коровы гольштейнской породы и чешской пестрой породы славились отличным молоком, которое является основой для производства молочной продукции. Благодаря восхитительному вкусу и широкому использованию для приготовления холодных и горячих блюд, эти молочные продукты являются популярной частью рациона питания во всем мире. Основой всех хороших молочных продуктов является качественное молоко. Наши фермеры, заботливо и с любовью относясь к природе, производят молоко самого высокого качества. В этом им помогает современная техника доения, охлаждения и хранения молока. Молоко перевозят в изолированных цистернах, изготовленных из нержавеющей стали. Благодаря этому в любое время года гарантируется температура, которая не превышает 6 градусов Цельсия. До принятия молочным заводом качество молока проверяется в современных лабораториях на отсутствие ингибиторов, а также контролируется его температура и кислотность. Если результаты анализов образцов хорошие, то молоко сливается через основной вентильный блок в бак для хранения. Там оно хранится при температуре до 6 градусов Цельсия. Затем молоко перекачивается для дальнейшей обработки. Молоко сначала поступает в центрифугу, где от него отделяются сливки. Обезжиренное молоко и сливки затем подвергаются пастеризации с электронным управлением. Обработанное молоко тестируется на эффективность пастеризации. Перед отбором проб вентиль дезинфицируется спиртом. Прошедшее пастеризацию молочное сырье хранится в резервуарах из нержавеющей стали, обеспечивающих соблюдение температуры в пределах 6-8 градусов Цельсия. В ходе производственного процесса предъявляются высокие требования к чистоте, условием которой является акцент на личную гигиену всего персонала и строгое разделение производственных помещений от гражданских помещений с санитарно-гигиеническим блоком. Теперь давайте посмотрим, как из молока делают творог. Творог известен с незапамятных времен. Он имеет снежно-белый цвет, нежно-кремовую, слегка рассыпчатую консистенцию и сказочный молочно-кислый вкус. Производство творога осуществляется на самой современной технологической линии, максимально обеспечивающей соблюдение санитарно-гигиенических норм и стандартов качества продукции. В ферментаторах молоко заквашивается, в творожном сепараторе затем удаляется сыроводка и получается творог. В специальных баках творог охлаждается и хранится до его упаковки. В производстве творожных десертов количество добавляемых фруктов или шоколада контролируется автоматическим дозатором. Упаковка всей продукции осуществляется на машинах в среде с микробиологическим отфильтрированным воздухом. Система хранения поддонов и экспедиции продукции контролируется и управляется компьютером при помощи кодов SSCC, позволяющих осуществлять обратную прослеживаемость каждого продукта. Творог – отличное сырье. Я с удовольствием его использую для приготовления как холодных, так и горячих блюд. Итак, теперь испечем творожные пирожки с начинкой из капусты. Возьмем творог, масло, которое слегка порежем. Взбиваем масло с творогом. Для этого возьмем 250 граммов муки. Смесь слегка посолим, поперчим немножко и добавим муку. Снова все перемешаем. Приготовленное тесто положим в холодильник, чтобы оно затвердело и из него можно было лепить красивые пирожки. Между тем тесто хорошо затвердело. Теперь тесто раскатаем. И вырежем из него круглые лепешки. Остаток теста отложим в сторону, чтобы использовать его для следующей партии. На вырезанные круглые лепешки положим начинку, приготовленную из капусты, лука и чеснока. Желательно края теста смазать взбитым яйцом. Края лепешек плотно соединим и защипим. Готовые пирожки кладем на бумагу для выпечки. Потом пирожки смажем хорошо размешанным сырым яйцом и посыпем крупной солью. Печем в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов Цельсия. И так пирожки отлично подрумянились. Ничего другого не остается, как положить их на тарелку и отведать. Творог также можно использовать для приготовления начинки для рулета из лаваша. Нам потребуется лаваш, творог, копченый лосось, укроп, немножко сока лайма. Начнем готовить начинку. Творог положим в миску. Поскольку творог густой, его следует слегка разбавить молоком или сливками. Что вам больше нравится? Слегка поперчим, немножко посолим, добавим копченого лосося, зеленый лук, свежий укроп. Немного сока лайма. Теперь все осторожно перемешаем, чтобы не размять ингредиенты, которые находятся внутри. Итак, возьмем лаваш. Намажем слоем начинки. Аккуратно свернем и подаем на тарелке. Например, костям. А теперь о производстве традиционного сливочного крема. Это альтернатива классическому маслу. Из него готовят много вкусных блюд. Молочная промышленность прошла длительный исторический этап. Запатентованный производственный процесс традиционного сливочного крема был разработан еще в прошлом веке. Сливочный крем, который изготавливается из сметаны и сухого молока, имеет ряд преимуществ. Содержит в 2,5 раза меньше жира, чем традиционное сливочное масло, имеет свежий вкус сметаны. Массу сначала пастеризует, гомогенизирует и заквашивает. Затем выдерживает в течение ночи. Сквашенную смесь нагревает до 70 градусов Цельсия и продукт в горячем виде разливает в баночки, на которых указывается срок годности, вес предварительно контролируется. А теперь я расскажу вам, что можно приготовить из сливочного крема. Например, легкую закуску на скорую руку из яиц и сливочного крема. Нам потребуются вареные яйца, сливочный крем и зеленый лук. Яйца уже сварились, так что можем начать. Разрежем яйца пополам, удалим из них желтки. Яичные белки пока что отложим в сторону, позже будем их фаршировать начинкой из яичных желтков, сливочного крема и зеленого лука. К желткам добавим сливочный крем. Смесь слегка посолим. И все хорошо перемешаем. Чтобы яйца хорошо держались на тарелке, нижнюю часть белков срежем. Зеленый лук крупно порежем, чтобы он хорошо был виден в полученной массе. Теперь все еще раз как следует перемешаем. И получится красивая гладкая масса, которой будем фаршировать подготовленные яичные белки. Закуска на скорую руку готова. А теперь лишь осталось украсить веточками зеленого лука. Из сливочного крема можно также готовить отличный соленый калач. Для приготовления теста возьмем муку и сливочный крем, из которого приготовим тесто. К сливочному крему добавим муку. И вымесим гладкое тесто. Тесто необходимо тщательно проработать, вымесить, чтобы потом оно хорошо выдержалось в холодильнике. Тесто кладем в холодильник. Пока тесто охлаждается, приготовим начинку для нашего соленого калача. Начинку приготовим из жареного лука и бекона, одного яйца. Все хорошо перемешаем. Чтобы ингредиенты соединились, слегка посолим. Поперчим. Добавим чайную ложку сливочного крема. Сливочный крем хорошо соединит бекон с луком и яйцом. И во время выпечки масса будет более мягкой, а калач не будет сухим. На посыпанной мукой разделочной доске пальцами хорошо вытянем тесто. Приготовленную начинку разложим на тесте ровным слоем и посыпем тертым пармезаном. Края теста смажем оливковым маслом. Печем в заранее подогретой духовке примерно 25 минут при температуре 180 градусов Цельсия. А теперь я расскажу и покажу вам, как из сливочного крема приготовить сладкий десерт. В миксере взбиваем сливочный крем с творогом и сливками. А пока крем будет взбиваться, приготовим основу для чизкейков в чашке. Эту основу приготовим из измельченного печенья с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешаем. Приготовленную компактную массу положим на дно стаканчиков. Во взбитую массу из сливочного крема и творога добавим охлажденный растопленный шоколад. Теперь слегка перемешаем. Кремом наполним кондитерский мешочек. И заполним стаканчики, которые поставим в холодильник, остыть. Наконец украсим фруктами или кусочками шоколада, чтобы красиво выглядели и имели гармоничный вкус. Итак, это был сливочный крем. Но мы чуть не забыли о йогурте. Это замечательный продукт из молока, и в нашем рационе он встречается почти каждый день. Производственный процесс йогурта занимает два дня. Он начинается пастеризацией и стандартизацией обработанного высококачественного молока. После гомогенизации молочной смеси, в результате которой расщепляются жировые шарики и тем самым смягчается консистенция, смесь ферментируется благородными бактериями йогуртовых культур. В ферментаторах йогурт созревает несколько часов. На следующий день йогуртовую массу перемешивает и при температуре примерно 35 градусов Цельсия разливает в баночки. Упаковка йогуртов осуществляется на полностью автоматизированной линии. В заводской лаборатории проводят лабораторные анализы, которые должны подтвердить безопасность и качество всей готовой продукции. Из йогурта также можно приготовить разнообразные блюда. Давайте познакомимся с несколькими из них. Сначала я продемонстрирую вам, как приготовить отличный гарнир – печеный картофель с мятным йогуртом. Нам потребуется алюминиевая фольга, большой свежий картофель. Картофель слегка посолим. Добавим сливочное масло. Плотно завернем в алюминиевую фольгу. И печем при температуре 150 градусов Цельсия час-полтора. Пока картофель печется, мы приготовим заправку из йогурта и мяты. Это очень просто. Итак, свежая мята, нарвем листья, мелко их порежем. Добавим немного чеснока. Все это еще немного посолим и поперчим. Все хорошо перемешаем. Между тем, картофель готов. Теперь необходимо с него осторожно снять фольгу. Картофель слегка надрезаем ножом. С помощью кухонного полотенца картофель слегка раздавим. И снова поставим в духовку, чтобы он хорошо допекся. Так выглядит хорошо пропеченный картофель. Теперь очередь нашего вкусного мятного йогурта. Горячий картофель поливаем мятным йогуртом, украсим и можем подавать. Следующим деликатесом из йогурта является йогурт с клубникой, лимонным соком и ванильным сахаром. Клубнику нарезаем. Это простой рецепт, с которым справятся даже дети. Добавляем в йогурт ванильный сахар и немного лимонного сока. Все перемешаем. И разольем в стаканчики на подготовленную клубнику. Десерт украсим клубникой и натертой лимонной цедрой. Сегодня я продемонстрировал вам несколько простых рецептов, в которых использовал творог, сливочный крем и йогурт. Попробуйте и вы. Пригласите своих друзей и пусть они отведают эти блюда. Желаю вам удачи. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok